А помните, совсем недавно i3 имели два ядра? i3 не считали игровыми процессорами, многие говорили, что i3 только для CSGO. Как думаете, i3 могёт что-нибудь и возможно ли выжить в нём на 2019 году? Я имею в виду двухъядерный i3. Процессор Intel Core i3 является самым бюджетным в линейке Core, то есть сначала идёт i3, потом i5, затем i7. Ну и недавно появилась новая i9. То есть они считались самой низкой планкой в игровой линейке процессоров Core. Все процессоры до восьмой линейки, я говорю сейчас про Core i3, имели два ядра и четыре потока. Разница была лишь в частоте, архитектуре и техпроцессе. Также процессоры i3 обделили некоторыми возможностями, присущими старшим братьям линейки Core, а именно разгоном по множителю технологии Turbo Boost. Сегодня мы поговорим о процессоре Intel Core i3-3220, который на архитектуре Ivy Bridge и требует материнскую плату на сокете 1155. Давайте рассмотрим подробный. Характерический процессор имеет два ядра и четыре потока. Этих процессор 22 нанометра, частота 3,3 ГГц, кэш третьего уровня 3 МБ, а ТДП очень маленький, 55 Вт. Имеет также встроенное графическое ядро Intel HD Graphic 2500, которое также поддерживает API DirectX 11. Особенностью процессора является его низкое потребление и, как следствие, низкое тепловыделение, то есть низкие температуры. Для него обычно хватает боксового кулера и не требуется установки какой-нибудь башни или, боже упаси, водянки. Для того, чтобы никак не ограничивать нашего монстра, я поставлю в пару к нему видеокарту GTX 1070 на 8 ГБ. Также я поставлю две планки по 8 ГБ в сумме 16 ГБ. HyperX Blue с частотой 1600 МГц. Видео я записываю при помощи карты видеозахвата, то есть при записи видео никакой нагрузки на процессор не будет. Я взял лишь несколько игр, которые более требовательны к CPU, так как наш процессор не имеет кучу ядер, которые нужны для современных игр. Я отобрал те игры, с которыми он может более-менее справиться, а также легкие онлайн-проекты, для которых он, по моему мнению, и может пригодиться в наше время. И начнем с бенчмарк-тестов, и пусть это будет CPU Queen. Как видим, по итогу мы имеем 23134 балла, опередив к тому же AMD FX 6100, чему я очень сильно удивился. Второй тест это Cinebench R20. Тест рендеринга сцены, и по итогу CPU набирает 633 балла, что тоже неплохо, обогнав тем самым мобильный i5. И первая игра на тесте будет PUBG. Настройки средние 1600 на 900 разрешение, и тут ожидаемо процессорно работает на 100%. Средний фпс у нас по итогу 60, и честно говоря, геймплей был более-менее, то есть я ожидал гораздо худшего. Время от времени на графике пики, время кадра также нестабильно, но играть, я бы сказал, можно. Да, не идеально, но можно. И вторая игра на тесте это GTA 5. На настройки высокие, HD+, разрешение, игра очень любит ресурсы CPU. И наш двухъядерный малыш загружен по пол на полную катушку. Время кадра, как видим, высокое, график кадров тоже смотрится нехорошо. Отзывчивость в игре тоже не идеальна. В среднем мы имеем 40 кадров, то есть уже на грани, я бы сказал. Поиграть в одиночный режим можно, даже игру, думаю, пройти так можно. Но надо быть готовым к микрофризам и плохой отзывчивости. Ведьмак 3, следующая игра на нашем тесте. Разрешение HD+, низкие настройки. Процессор у нас работает на 100%. В средний FPS мы получаем 56 кадров. Еще бы, мы в самом центре города. Видим эти пульсации на графике кадров, и это огромное время кадра. Но играть, опять же, кое-как можно, хоть и с дискомфортом. Иногда отзывчивость хорошая, а порой очень плохо реагирует на движение мышки. Но пройти Ведьмак, я думаю, и так получится. И следующая игра на тесте Battlefield 1. Настройки средние 900p разрешения. Это одиночная кампания. В онлайн режиме будет меньше кадров. В сцене на танке мы имеем 60 кадров, что, кстати, неплохо. Но видим, что процессор у нас перегружен. Посмотрите на эти пики на графике. Время кадра также высоковато. И хотя можно пройти игру, придется смириться с дискомфортом и микрофрезами время от времени. И последняя игра на тесте это Metro Isход. Настройки низкие, 900p разрешение. И хотя для комфортной игры в Metro Isход требуется процессор от Core i5, на i3 тоже можно запустить игру. И если в средний FPS 30 для вас не проблема, микрофрезы и плохая отзывчивость, то пройти игру на i3 можно будет. Но опять же, это самая жесткая локация. К тому же очень требовательная игра. График кадров смотрится ужасно. Но сжав зубы, можно поиграть и в Metro Isход. Давайте подведем итоги по процессору. Да, это уже старенький и слабенький процессор. Но стоит он примерно как набор в Макдональдсе. При этом он может запускать новинки и другие тяжелые игры. Хоть и с большими, я бы сказал, огромными проблемами. Но надо отдать должное. Себе, конечно же, я бы такой не поставил. Но если у вас есть материнка на 1155, то можно взять как временное решение. Ведь в онлайн играх, уверен, он все еще могет. Я оставлю пару ссылок в описании. Смотрите сами, брать или нет. Спасибо всем за просмотр данного видео. Надеюсь, вам понравилось. Как вы относитесь к процессорам i3? Пишите ваше мнение в комментарии. И до новых встреч в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok